Всем привет! Мы продолжаем рассматривать, что нового появилось в Swift 5.5. В прошлом видео я обещал вам рассказать про Async и Avid. В прошлом видео мы говорили о том, что вычисляемые свойства, доступные для чтения, возможно расширять, чтобы они поддерживали Async и Frows. Я обещал вам рассказать более подробно про Async и Avid. И в этом видео мы рассмотрим эту тему и также рассмотрим, как использовать асинхронные функции вместе с функциями, которые могут также одновременно генерировать ошибку. Эти ключевые слова, как Frows и Try. Итак, благодаря тому, что в Swift 5.5 появились асинхронные функции и поддержка ключевых слов Async и Avid, то по сути мы можем вызывать асинхронный код практически так же, как если бы он был бы синхронным. Это делается в два этапа. Первый этап – это мы сначала помещаем функцию ключевым словом Async, то есть говорим, что эта функция будет асинхронная. И второй этап – когда мы вызываем эту функцию, то помещаем ее как Avid. То есть мы говорим, что эта функция может прийти в режим ожидания, так как она является асинхронной. Вот они, эти два этапа. Но чтобы увидеть, как здорово теперь писать асинхронный код с помощью Async и Avid, и как это выглядит просто, давайте посмотрим, как раньше примерно писали асинхронный код без этих ключевых слов. Увидим, как этот код примерно выглядел и как он выглядит сейчас. И вы видите эту разницу. Например, мы могли бы написать какой-нибудь код, который извлекает 100 тысяч записей о погоде с сервером. Обрабатывает их для расчета средней температуры и затем загружает обратно полученное среднее значение на сервер. Этот код мог бы выглядеть примерно вот таким вот образом. Вот они, три наших функции. Первая функция – мы запрашиваем информацию о погоде. Здесь мы используем completion handler. Как видите, здесь у нас есть также замыкание, которое является сбегающим, потому что информацию можем где-то сохранить. Вот это замыкание. Вот здесь вот вызов completion handler. И, понятное дело, здесь сам сетевой слой мы пропускаем, потому что в этом нет необходимости, чтобы весь этот сетевой слой вам сейчас показывать. Просто мы поговорим про то, как мы работали с асинхронными функциями. То есть здесь, понятное дело, мы в купе работали с completion handler, то есть с замыканиями, и вот таким образом вызывали асинхронный код. Внутри вот этого асинхронного вызова, dispatch Q, вот этой вот очереди, мы запускали наш completion handler. Вторая функция, например, точно такой же. Мы берем эти значения, вычисляем среднее значение, вот это значение где-то мы сохраняем. И потом третья функция, мы вот эти значения, которые мы получили, здесь сохранили, где-то ответ, результат тоже где-то сохраняем. Вот получаем ответ и загружаем это, так сказать, на сервер. Обратите внимание, что этот код немного сложно читать. Но давайте теперь эти три функции вызовем, как мы обычно их вызывали раньше. Мы вызывали их вот таким вот образом, друг за другом, и вот у нас получалась здесь вот такая вот пирамида гибели. Наш код, он немножечко так смещался вправо, а скажем, вызовом асинхронной функции. И вот это выглядело вот таким вот образом. Ну давайте еще раз коротко подмечем, какие были проблемы у этого кода, которые мы сейчас рассматриваем. Во-первых, проблема какая? Работая с этими функциями, в какой-то из этих функциях мы могли бы просто забыть вызвать наш completion handler. И понятное дело, функция не работала так, как надо было. И вот сам по себе вот этот синтаксис сбегающих замыканий, escaping, он сам по себе тоже сложен для понимания, для чтения. И это тоже как бы наш код усложняет вот таким вот образом. И как я уже сказал, когда мы вызываем вот эти вот три функции, вот здесь вот работаем, то у нас получается как вот пирамида гибели. То есть получается каждый раз с вызовом нашей функции код смещается вправо. И если, допустим, здесь мы что-то обойдем не так, то дальше следующий код внутри пирамиды тоже не имеет смысла. И допустим, если мы здесь как-то этот код бы обрабатывали, то понятное дело, то здесь у нас бы с каждым этапом тоже была бы вложность хаб-работчиков этих событий, если что-то пошло не так, тогда бы код наш бы еще больше бы усложнялся. И также до свиста 5.0, до того, как был добавлен тип данных result, было сложно работать с ошибками, которые могли возникать на данном этапе. С появлением типа result это стало значительно проще. С появлением isync Avid, новый способ работать с инструментом кодом, важность типа данных result несколько, так сказать, уменьшилась, и теперь в нем нет такой острой необходимости, как это было раньше. Ну, давайте вот этот наш код, который мы сейчас написали, который демонстрирует на примере работу синхронных функций, мы, так сказать, очистим, добавим новые ключевые слова осинки Avid, и посмотрим, как он выглядит сейчас. Давайте этот код я закомментирую. Обратите внимание, теперь нам уже не нужно работать с completion handler, как это было здесь вот во первых трех функциях, которые я вам показывал. Теперь мы просто помечаем нашу функцию как async, и таким образом мы показываем, что вот эти три функции, которые сейчас вы видите на экране, они могут переходить в режим ожидания и работать, так сказать, асинхронно с другим кодом, который мы запускаем. И тех проблем, которые я озвучил чуть выше, и той сложности кода, которые здесь вы видите, в этом коде нет. Теперь этот код, он читается намного проще, намного более естественнее, и, так сказать, этот код легче поддерживать. По сути, в этом коде мы делаем то же самое, что и раньше. Теперь давайте посмотрим, как этот код будет выглядеть, если мы эти все три функции вызовем. Будет ли у нас такая же проблема, как и здесь, когда мы вызвали три первых функции. Давайте посмотрим. Вот эти три функции мы вызовем в другой синхронной функции под названием процесс weather. И смотрите, вот эти три функции мы вызываем практически так же, как если бы они были бы синхронные функции. То есть они вызываются друг за другом, и нет никакой перемены гибели, о которой мы говорили чуть выше, вот здесь вот. Смотрите, как я вам говорил, то есть для того, чтобы написать синхронную функцию с поддержкой asyncAway, то есть нам нужно для первая пометить функцию ключевым словом async до результирующей стрелочки, заметьте. И потом, когда мы вызываем вот эти три функции, перед вызовом этой функции нам нужно поставить ключевое слово async. Но обратите внимание, что мы вызываем вот эти три функции асинхронные в другой синхронной функции. И здесь как бы хочется как раз вот эти три момента отметить, в каких случаях и где мы можем вызывать асинхронные функции. Это таких три момента. Первый момент – это тот, что вы сейчас видите, может вызвать любую асинхронную функцию в другой асинхронной функции. Но здесь также хочется сделать такую некоторую пометочку, что это может быть не только асинхронная функция, но и, может быть, асинхронный метод или свойство. Помните, в прошлом видео мы говорили про то, что Swift 5.5 расширил вычисляемые свойства заключения, и теперь они тоже поддерживают ключевые слова, как async и froze. Поэтому вызвать асинхронную функцию можно и в этом вычисляемом свойстве, которое помечается ключевым словом async. Это такой первый момент. То есть можно вызвать асинхронную функцию в любом другой асинхронной функции, методе или свойстве. И второй момент – можно вызвать асинхронную функцию в статическом методе main – структуры, класса или перечисления, которое помечено ключевым словом собачка main. И третий момент – мы можем вызвать нашу асинхронную функцию в какой-то отдельной дочерней задаче. Чуть позже я вам это покажу, как это выглядит, но в прошлом видео я тоже вам это показывал. Мы можем вызвать этот асинхронный код в task. Мы можем самостоятельно управлять вот этим асинхронным кодом, вызовом асинхронного кода. Это таких три важных момента. Пожалуйста, это пишите где-то у себя, отметьте. Но если что-то вы где-то забыли это, то вы всегда можете обратиться к документации. В документации это все прописано. Итак, исходя из того, что я сказал чуть выше, вот эти правила вам нужно запомнить. Первое правило, что синхронные функции не могут вызвать асинхронные функции. Если мы пытаемся это сделать, то компилятор Swift выдаст ошибку. И это как раз тоже один из преимуществ того, что асинхронность передобавлена в версию самого языка. И теперь, если мы что-то делаем не так, работая с асинхронным кодом, то компилятор Swift будет нам, можно сказать, подсказывать и подсвечивать, где что мы делаем не так. Вот, к примеру, допустим, мы вызываем три наши асинхронные функции. Вот здесь вот, но будет пометки async. Вот здесь вот. То есть это у нас будет обычная асинхронная функция, процесс weather. Мы пытаемся вызвать асинхронную функцию. Понятное дело, это что-то у нас происходит не так. То есть компилятор Swift это замечает и нам подсвечивает, и мы сразу видим, что мы что-то действительно делаем не так. Наш код здесь не имеет смысла, потому что мы внутри синхронной функции вызываем асинхронную функцию. Поэтому здесь как бы нужно эту функцию, родительскую функцию, где мы вызываем три функции асинхронные, также пометить, как async. Давайте там их вернем. Также хочется здесь в другую сторону сказать, что асинхронные функции могут вызывать другие асинхронные функции и другие обычные функции. То есть если мы помечаем функцию как асинхронная, это не означает, что она может вызывать только асинхронные функции. Нет, мы можем создать какую-то другую обычную функцию и также вызвать ее внутри вот этой асинхронной функции. К примеру, наша функция print, она обычная асинхронная функция, это глобальная функция. Также мы здесь ее вызываем, и в этом здесь как бы нет никакой проблемы. И еще один такой важный момент, хочется его тоже отметить так, чтобы вы запомнили. Если у вас есть асинхронная и синхронная функция, которую можно вызывать одинаковым образом, Swift предпочитает ту из них, которая соответствует вашему текущему контексту. То есть если мы вызываем ее как асинхронную функцию, то он вызовет асинхронную функцию. Если мы вызываем ее без пометки AVID, то он вызовет обычную синхронную функцию. Ну давайте это мы рассмотрим на вот этом примере. Давайте вот эту функцию мы сделаем одновременно и асинхронной и синхронной. Здесь мы ее скопируем чуть ниже и уберем ключевое слово async. То есть у нас будет две версии вот этой вот функции. То есть асинхронная версия этой функции и обычная синхронная версия, то есть без ключевого слова async. Понятное дело, когда вот здесь мы вызываем вот эту функцию, мы помечаем слово AVID, то тогда, понятное дело, будет вызваться вот эта вот асинхронная функция. Но если же мы уберем ключевое слово AVID вот здесь вот, то тогда будет вызываться вот эта вот обычная синхронная функция. И давайте посмотрим, как это у нас будет работать. Здесь он все равно подсвечивает ошибку, потому что все равно, если посмотреть на нашу функцию, то контекст все равно выходит у нас асинхронный. Поэтому будет вызов вот этой вот асинхронной функции, и здесь все равно будет у нас подсвечиваться ошибочка. Поэтому давайте мы вернем ключевое слово AVID и попробуем вызвать вот эту нашу функцию без асинхронного контекста. Вот где-то вот здесь вот. Здесь вот мы так вот убираем ключевое слово AVID, запускаем наш код. Все, наш код сработал, и здесь вот у нас вот эти записи, здесь вот они сохранились вот в этой константе records. То есть в данном случае, когда мы работаем с этой функцией вне асинхронного контекста, то тогда будет вызвана вот эта вот наша обычная функция. Вот этот пункт, который мы сейчас рассмотрели, имеет важный момент, потому что те программисты, которые создают свои библиотеки, они могут теперь уже также предоставлять как асинхронные и обычные асинхронные версии функции без необходимости как-то специально назвать по-особенному свои функции. То есть просто могут представлять две версии одной и той же функции. Одна версия будет асинхронная, другая версия обычная асинхронная. Этот момент мы рассмотрели. Но давайте, в принципе, мы также вызовем вот эту функцию вот здесь вот. Как мы будем ее вызывать? Смотрите, если мы ее также вызовем, то, понятное дело, даже с пометкой Avid, то у нас будет тоже происходить некоторая ошибочка, потому что здесь вот мы вызываем, так сказать, эту функцию асинхронную, не соблюдая вот эти три нюанса, в которых мы можем вызывать асинхронную функцию. Поэтому мы можем это сделать вот таким вот образом, помечая ее как task. То есть мы делаем какую-то специальную задачку для вызова вот этой вот асинхронной функции. И тогда наш код будет нормально работать. Мы здесь используем такой вот неструктурированный параллелизм, но есть еще и структурированный, да, то есть мы можем запускать наши задачи в какой-то группе, да, тогда у этих задач будет родительские какие-то, да, задачи. Но в данном случае мы используем отдельную дочернюю задачу, которая не имеет своей родительской задачи. Также ключевые слова async и avid отдельно сочетаются такими ключевыми словами, как froze и tried. То есть мы можем использовать асинхронные функции вместе с функциями, которые генерируют ошибку. Здесь нужно только правильно запомнить, как мы используем этот порядок ключевых слов при создании асинхронных и функций, которые генерируют ошибку, и тогда, когда мы вызываем эти же самые функции. Давайте мы это рассмотрим на примере. Давайте напишем функции, которые пытаются получить несколько пользователей сервера и сохранить их на диск. И, понятное дело, обе эти функции могут завершиться ошибкой, да, поэтому мы, так сказать, это будем тоже отражать дело в коде. То есть наши функции будут у нас асинхронные и генерирующим ошибку. Вот здесь вот мы указываем две ошибки. Вот наша первая функция, которая загружает пользователей, то есть запрашивает пользователей, да, сервера. И смотрите, здесь мы помечаем нашу функцию как async и froze. То есть когда мы создаем эту функцию, то первое мы указываем ключевое слово async, а потом уже froze, который указывает на то, что функция может генерировать ошибку. Не наоборот. Если мы поменяем порядок слов здесь, то это будет уже синтетическая ошибка, да, поэтому здесь вот мы должны правильно указывать этот порядок слов. К примеру, допустим, если пользователей будет больше трех, то тогда мы будем выбрасывать вот эту первую ошибочку. В противном случае мы возвращаем трех пользователей. Понятное дело, также мы сетевой слой, здесь мы все это пропускаем. Здесь главное понять суть, да, как работать с асинхронными и функциями, которые генерируют ошибку. Вторая функция, она сохраняет те данные, которые мы получили. Здесь мы получаем массив этих вот пользователей. Также, если количество символов всех пользователей больше, чем 32, то у нас также будет вот эта ошибочка выходить, да, что данные слишком большие. Если же все норм, то вот эти сохраненные данные, вот этих пользователей мы будем вводить в консоль. Так, смотрите, здесь мы создали эти функции. Теперь давайте посмотрим, как мы будем вызывать эти функции, которые одновременно являются и асинхронными, и генерирующими ошибками. Заметьте, что вызов функции, вот этих двух функций, которые мы создали выше, мы вызываем внутри функции updateUsers, которые также помечаем, как асинхронные. И тут же мы работаем в блоке doCatch, потому что мы работаем не просто с синхронной функцией, а работаем с функцией, которая генерирует ошибку. Поэтому, если у нас в просходе есть какая-то ошибочка, то, понятное дело, вот блок catch эту ошибочку перехватит, и мы увидим в консоль вот это какое-то сообщение. И обратите внимание на порядок ключевых слов вот здесь вот. Здесь уже наоборот мы сначала помечаем ключевое слово try, которое относится к функции, генерирующей ошибку. То есть здесь вот мы ключевое слово try используем тогда, когда мы имеем дело с функцией, которые генерируют ошибочку. А потом уже используем avid, который как раз вот помечает, что мы работаем с функцией, которая является синхронной. То есть, заметьте, здесь сначала наоборот мы указывали асинхронность функции, а потом уже то, что она может генерировать ошибку. Здесь же наоборот. Сначала мы указываем try, то, что относится к генерирующей ошибку функции, а потом уже avid. И в этом здесь как бы некоторая логика есть, некоторый смысл. Почему? Потому что сначала мы ожидаем работы этой функции, avid, то есть сначала мы ожидаем результат, а потом уже в зависимости от того, как эта работа у нас будет проведена, она уже может завершиться либо полученным результатом, либо ошибкой. Здесь вот такой вот обратный порядок этих ключевых слов. Тоже, пожалуйста, это имейте в виду. И если вы будете путать порядок слов, то ничего страшного, а компилятор Swift вам это подскажет. Потому что если мы, допустим, вот так вот будем использовать, здесь вот смотрите, компилятор Swift нам подскажет, что мы что-то делаем не так. Здесь вот он говорит, что сначала мы должны использовать, то есть он говорит, да, вот переставьте местами avid и tried. Мы нажимаем fix, и он сам автоматически эти ключевые слова переставил. Поэтому компилятор Swift, так сказать, вам всегда чуть что подскажет и поможет. Давайте вызовем эту функцию. Также task. И пометим его как avid. Вот наши результаты. Три наших пользователя, которых мы, так сказать, запросили сервера, сохранили и вывели в консоль. Как видим, наш код, который одновременно является и асинхронным, и генерирующим ошибку, работает так, как мы и ожидаем. Итак, мы вкратце рассмотрели работу ключевых слов async и avid. Мы увидели, где и как можно создавать, где и как их вызывать, как с ними работать. И также увидели, как они сочетаются с другими ключевыми словами, которые уже есть давно, froze и try. Надеюсь, это видео вам было полезным. Если да, то ставьте лайк этому видео, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. До скорого. Продолжение следует...